Большинство образованных людей знают, что иногда гражданское сопротивление работает. Слайд, пожалуйста. Нет, не этот, вот этот. Что в недавней истории случались заметные эпизоды, в которых сила ненасильственного сопротивления изменяла разные общества. Но большинство образованных людей скажет вам, что, конечно, подобное работает в цивилизованных странах мира, как Великобритания и ее бывшие колонии, вроде США. Но наивно, романтично и идеалистично думать, что гражданское сопротивление может быть силой для политических изменений во всем мире. Эрика, скажите нам, почему вы? Что ваше исследование показало насчет этих общепринятых взглядов? И чем вы объясняете свои столь удивительные результаты? Конечно. И мне стоит начать с того, что я была одной из тех в исследовании, кто считал продвижение идеи, что гражданское сопротивление может работать наивным, идеалистичным и, вероятно, даже опасным. Но по моему опыту, для начала я хочу пояснить, что имею в виду под словами гражданское сопротивление. Гражданское сопротивление – это метод решения конфликта, не обязательная идеология конфликта. Метод решения конфликта, когда невооруженное гражданское население использует множество координированных тактик, вроде забастовок, протестов, бойкотов и прочих методов воздействия, без прямого причинения вреда или даже угрозы физической расправы над оппонентом. И я впервые столкнулась с этой темой несколько лет назад, когда посетила семинар, где многие из людей заявляли, что гражданское сопротивление могло бы стать в некотором смысле функциональным эквивалентом вооруженной борьбы, что оно может быть столь же эффективным и даже эффективней, нежели вооруженная борьба, при достижении больших политических изменений, вроде удаления от власти некомпетентного лидера или даже диктатора, или создания независимой территории. Я была раздражена и обеспокоена таким заявлением, которое, по моему мнению, не было подкреплено эмпирическими данными. И в течение последующей пары лет мы с моей коллегой Марией Стефан собрали данные по всем известным крупным ненасильственным и насильственным компаниям с 1900 по 2006 год. И мы рассматривали движения, объединившие как минимум тысячу активных участников, что означало их достаточную зрелость в смысле их размаха, и мы рассматривали подобные народные движения, пытавшиеся либо свергнуть нынешнее правительство, либо создать независимую территорию. И причина, по которой мы выбрали эти два типа последствий, была именно в моем скептицизме, поскольку я считала, что, вероятно, ненасильственное сопротивление может сработать, если вы пытаетесь добиться больших прав, расширить свои права, улучшить условия труда и подобные вещи, но вряд ли поможет против очень могущественных авторитарных режимов, к примеру. И окончательный результат нашей коллекции данных учитывает более 300 ненасильственных и вооруженных движений, добивавшихся этих двух целей, и шокирующие результаты таковы. С 1900 по 2006 год ненасильственные компании были более чем вдвое эффективней вооруженных восстаний в достижении своих целей. И что, особенно в последние 40 лет, подобная тенденция лишь росла с течением времени. Настолько, что ненасильственные движения становятся все более эффективными и намного более частыми, в то время как вооруженные восстания случаются все реже и все менее успешны. Они выходят из моды и причем всерьез. Так что причина здесь, как мы думаем, в силах самих людей. Мы обнаружили, копаясь в этих событиях, что ненасильственные компании были в среднем в 4 раза крупнее, чем среднее вооруженное выступление. И если взглянуть на них пропорционально населению в целом, они были примерно в 11 раз крупнее. И они несли в себе гражданский дух, большей общности интересов, поэтому гораздо больше людей примыкали к ним. Я имею в виду женщины, дети, пожилое население, нетрудоспособные люди могут участвовать в тактиках вроде несотрудничества, что предполагает намного меньший риск физического подавления, и это позволяет активизироваться гораздо большему количеству людей. И причина, по которой важен размах движений, в том, что при вовлечении очень большого количества населения начинают меняться процент риска и интересы, скажем, органов правопорядка, которые вполне могут стрелять в одинокого человека, стоящего на площади. Но видя море и сотни тысяч людей, и при этом узнавая своих соседей или детей, они могут просто притвориться, что не слышали приказа стрелять. И как только силы правопорядка или экономическая, деловая элита или гражданские бюрократы отказывают в своем содействии нынешнему режиму, лишь вопрос времени, когда движение добьется успеха. Последнее, что я хочу упомянуть, что мы также выяснили, что то, как эти движения ведут себя, как они борются, на самом деле воздействуют на то, как эти общества выглядят в дальнейшем. То есть общества, возникающие после движения гражданского сопротивления, даже неудачных, более предрасположены породить демократические институты в течение последующих пяти-десяти лет, нежели после кампаний с насильственным сопротивлением. И они также на 50% менее склонны пережить рецидив вроде гражданской войны в течение следующего десятилетия. Так что мы не утверждаем, что гражданское сопротивление всегда эффективно, но оно определенно работает гораздо лучше, чем стараются убедить его противники. И оно определенно работает многим лучше, чем его вооруженные альтернативы, как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.